друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркет составляет ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда сможете найти ссылку на наш официальный telegram канал маркет с торговыми идеями в котором каждый день включая выходные мы постим размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь ну что очень непросто начинаем эту неделю буквально все говорят о начале глобального финансово-экономического кризиса причем прецедента опять же связаны со серьезными трудностями банковского сектора а сша вспоминается сразу 2008 год когда крах лемонт бразерс стал как раз причиной первоисточником полно масштабного финансово-экономического кризиса мировых масштабах что произошло с банками сша silvergate мы говорили об этом банке который тесно взаимодействует с криптовалютными компаниями еще неделю назад но буквально под конец прошлой недели о трудностях сообщил другой банка silicon valley банк сейчас уже известно что деятельность этого банка приостановлено но сам факт того что такой кризиса мягко говоря ликвидности возник у двух крупных американских банков но позволяет порой осуждать на тему а что если это не конец что если следом последуют и другие банки что будет с всей банковской системы сша что будет с компаниями которые взаимодействуются этими банками и так далее но здесь отдельное ответвление это разговоры о влиянии того что происходит на рынок криптовалют вот к примеру наверняка вы могли в каком-то из пабликов уверен то что подписаны на многие из них заметить как обсуждали именно отвязку одного из самых именитых стейбл коинов usdc в эти выходные после возникших проблем у silicon valley bank мы увидели что а курс usdc отвязался от курса доллару и в моменте просадка была около 15 процентов в тот момент когда это произошло конечно же легко было предположить что но вот это падение легко может продолжиться потому что уже произошла отвязка на 15 процентов это в стейбл коине одном из самых популярных и как многие говорили самом надежно потому что резервы этого стейбл коина точнее компании имитента стейбл коина расположены в крупных американских банках но в этом это и проблема потому что более трех миллиардов средства имитента сёкл как раз было у силиконовый или бэнк и сейчас после начавшейся процедуры банкротства а санации речь конечно же не идет хотя все может быть но пока что информация нету если официально говорить о банкротстве то конечно же вкладчики получат максимум по 250 тысяч соответствии с обязательствами по гарантии а вкладов для тех кто для кориторов те кто размещал средства и все около не будет исключением то есть эти миллиарды долларов возвращены не будут поэтому это еще один повод друзья задуматься как вы относитесь вообще к криптовалютному рынку верите ли вы в стейбл коины конечно же по одной истории рано рассуждать на перспективу например что может произойти с ее из детей потому что там совершенно другая система гарантий и резервов но не бывает дыма без огня и задуматься стоит то есть с проблемами столкнулся и с дисси это не какой-то третий ассортный токен где их легко можно было бы объяснить но это стебл коин который имеет капитализацию в десятки миллиардов долларов что если следом посыпятся другие банки где будут расположены другие резервы этого эмитента токенов привязанных к доллару один к одному и последствия будут уже просто катастрофическими на бомберг сегодня была заметка о том что текущее восстановление биткоина это отскок дохлой кошки да может быть и так я призываю вас к тому чтобы сейчас вы были ну крайне внимательны к тому что происходит и как никогда помнили о правилах риск менеджмента и о том что не нужно связываться с активами покупать их если они существуют в крайне негативных фундаментальных обстоятельствах а такие обстоятельства сейчас степень негативности как по криптовалютному рынку их нужно поискать я сторонник того что биткойн будет даже снижаться поэтому цели 18 и 15 тысяч после пробоя конечно же 20 тысяч эти ориентиры никуда не делись но опять же если вернуться к отойти от тематики криптовалюта поговорить о банковской системе сша то те проблемы которые сейчас она испытывает они могут начать масштабироваться и будет ли это вот эта дорога непростая которая в конечном счете спровоцирует турбулентность на всех мировых финансовых рынках и приведет к некоторому подобию кризиса 2008 года ну возможно да друзья потому что очень долго уже говорят об этом кризисе который давно назревал сейчас условия для этого кризиса еще связаны с тем что делают крупнейшие центральные банки по не ужесточения монетарной политики серьезные проблемы с ликвидностью и так далее в общем какие-то водные которыми можно было бы описать непростые экономические условия они сейчас присутствуют и трейдеры паникуют не только трейдер точнее инвесторы паникуют которые имели депозиты и имеют в банковской системе сша а есть такое понятие как bank ран когда кризис одного банка провоцирует инвесторов на то чтобы они забирали свои средства из других банков потому что опасаются что то же самое может произойти и с банками которым они доверили свои средства если этот процесс сейчас начнет набирать обороты то конечно же на трудности с которыми столкнулись сильвергейт и силиконовый бэнк покажутся нам только лишь цветочками ягодки будут еще впереди на этом фоне повышенный спрос сейчас на золото которое улетело в космос 1881 доллар за тройскую унсу я конечно же сделку уже закрыл потому что в таких условиях продавать золото это глупо сейчас что может быть золотом дальше если положиться на снижение доходности американских облигаций они снижаются потому что институционал начинают массово переводить средства облигации и это логичным образом приводит к снижению доходность этих активов при снижении доходности трежерис снижается курс доллара сантимент сейчас указывает на то что 72 процента трейдеров уже золото шарти ты меньшинство в покупках золото будет расти поэтому если вам интересно я думаю что 1900 мы увидим но новых позиций по золоту я уже не открываю немного расстроился потому что мы столько недель с вами двигались по вот этому нисходящему ралли и зарабатывали доллар за долларом но буквально за считанные дни даже скажем часы все это было нейтрализовано в доллар я по прежнему верю 103 52 почему вере потому что завтра данные по инфляции которые могут показать рост годового индикатора годовой инфляции например шести четырех до шести с половиной процентов вспомним что было сказано павлом еще неделю назад это хорошая вот бэкграунд чтобы доллар ну по крайней мере держался на плаву а если мой сценарий действительно кажется таким оправдается инфляция превысит значение позапрошлого месяца то все начнут снова спекулировать по крайней мере должны на идея более агрессивного подхода федрезерва к текущей монетарной политики более активном повышению процентной ставки но он фарма этому не противоречит 311 тысяч новых рабочих мест прекрасный показатель даже несмотря на рост уровня безработицы 3 4 до 3 и 6 процентов рынок нефти пока без изменений я сторонник того что рост продолжится намерение российских производителей сократить объем нефти добычи на 500 тысяч баррелей в сутки снижение запасов нефти сша и надежды на китай которые никуда не деваются ждем 85 и выше еще один дуэт активов которые я добавил в портфеле это пара доллар иена 103 408 сейчас котировки слабая статистика провальные показатели по у п это все же но лично для меня подсвечивает условия при которых банк япония должен задуматься а не является для причины снижения экономики в том что он банк япония продолжает проводить сверх мягкую экономическую политику в условиях высокой инфляции может быть пришло время что-либо менять и сейчас еще у японской иены есть один козырь рукава это собственный статус как защитного актива если мы будем и дальше наблюдать за такими форс-мажорными событиями как случились с отдельными банками банковской системы сша то японская иена будет пользоваться скорее всего друзья большим спросом чем доллар поэтому здесь нужно подловить момента я попробую испытать удачу и буду ждать теста поддержки 130 н за доллар по биткоину как уже отметил ждем дальнейшего снижения ниже 20 тысяч и возможно даже к отметкам 18 тысяч и 15 тысяч на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели всем пока